Всем привет, ребят, с вами Акак, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт, как всегда, в необычный... Здравствуйте, мобы. А необычное тем, что сегодня мы с вами будем становиться всё сильнее и сильнее, и даже не будем при этом ходить в качалку. Нам без неё станет очень хорошо, и мы с вами станем очень-очень сильными. Дело всё в том, что сегодня, когда мы с вами будем получать новый уровень, мы будем с вами становиться сильнее. Каждый уровень будет прибавлять по одному мускулу на моё тело, и мы будем становиться сильнее и сильнее. В принципе, это логично. И в конце я даже не могу представить, как быстро мы с вами сможем расправиться с драконом. Наверное, даже за один удар справимся. Но это не точно. Ну а перед тем, как мы с вами будем становиться всё сильнее и сильнее, я надеюсь, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. 70% зрителей, которые смотрят мои видео, не подписаны на канал. Это надо исправлять. А для этого нужно всего лишь нажать вон на ту красную кнопку подписаться, которая находится чуть ниже. Заранее спасибо. Ну что, погнали становиться сильнее. Для начала нужно спрыгнуть. Начнём нашу тренировку. Для начала добудем себе немножко брёвен. Шесть штучек, прям достаточно, достаточно. Быстренько делаем тогда себе верстак, делаем себе заодно палки. Опа, а тут есть как раз-таки булыжник. А давайте сразу булыжник что ли добудем? Не мукай. Добудем для начала шесть штучек. Для того, чтобы просто сделать себе начальные инструменты. Это топор, это кирка, да и всё в принципе. Нет, можно, конечно, ещё немножечко добыть, чтобы сделать себе сразу печку. Но, думаю, пока что этого не будем делать. Не, ну а чё вы смотрите? Не, 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 я сначала печку всё-таки сделаю. Печка есть! А ну-ка, мобы, идите сюда. Мне нужно получить немножечко силы. Коровку убили, конечно, но практически не получили никакого уровня. Опыт только, да и всё. Э, сейчас как-то мало было. Всё, первый уровень у нас с вами есть. Не знаю, мы стали с вами сильнее или нет. Э, вроде как пока нет. Пока что я даже не вижу, чтобы какая-то сила прибавилась. Это как-то странно. Может, на чуть больше? Может, со второго или с третьего уже пойдёт какая-нибудь у нас с вами прокачка. Да! Сила второго уровня! И как раз-таки со второго уровня всё началось. Подождите, а если мы сейчас с вами попробуем просто так ударить? За один удар неплохо. Так, подождите, а я могу сейчас получить третий уровень? По идее, могу, конечно, и тогда мы с вами станем ещё сильнее. Да, сила второго уровня, правда, до сих пор может работать через уровень. То есть второй, четвёртый и так далее. Давайте-ка проверим. Да, сила третьего уровня уже. Я понял, как это работает. Хорошо, мы с вами сразу не сможем стать самым сильным. Как я задумывался ранее. Нам всё-таки придётся с вами побольше опыта фармить, чтобы получать побольше уровней. И только тогда мы с вами хоть как-то будем прокачиваться. Хорошо, я вас понял, я вас услышал. В принципе, четвёртый уровень у нас с вами есть. У нас есть с вами каменная кирка. У нас с вами есть всё для того, чтобы сейчас отправиться в шахту. Ну и начать добывать тот же самый уголь и железо. Можно, кстати, даже добывать медь, потому что мы её с вами будем переплавлять. Мы будем получать с этого также опыт. Я всё-таки хочу отправиться к дракону и справиться с ним буквально за несколько ударов. А без нормальной прокачки мы это с вами не сможем сделать. Эй, тут больше ничего нету. Придётся искать другую шахту. Хотя, может, попробуем тогда найти деревню? Почему бы и нет? Сразу же возьмём себе, ну, не знаю, железо с железного голема. Да, давайте, пожалуй, так и сделаем. Стоп, деревня. Так, это деревня, деревня, давайте быстрее туда. Пожалуйста, пусть там будет голем. Хотя, по идее, он там всегда должен находиться, ведь так? Ну да. Правда, я его чего-то здесь вообще не вижу. Куда он спрятался вообще? Вот он. А, так ты не можешь сюда пройти. Хорошо, тогда мы тебя так будем бить. По идее, он сейчас уже должен... Ну да, довольно-таки быстро. Три железа, маловато. Хотя, подождите. Стоп, нам повезло. Нам повезло. Здесь есть хоть какая-то броня. Ещё и плавильня. Плавильню забираем. И всё, больше ничего нету. Может, что-нибудь в домиках хотя бы хранится. Брёвна. Брёвна пригодятся нам. Хлебушек. Хлебушек пригодится нам. Картошка. Картошке не пригодится нам. Вот пшеница. Это другое дело. Но пшеницу я здесь пока что не вижу. И это меня немножко расстраивает. Ну, так или иначе, у нас с вами появилось железо. И теперь мы с вами можем отправиться в шахту. И добывать уже железо. Подождите. Тут можно наверх забраться. И... Хм. Ничего интересного. Мяса у нас довольно-таки приличное количество. Так что давайте-ка отправимся в шахту. Еду мы всё равно с вами сможем уже приготовить. Железо. Отлично. Прям с самого старта. Ну, почти с самого старта. Прошло аж 15 минут. Ай. Шестой уровень мы с вами получили. А также четвёртый уровень силы. Ну всё. Теперь нам точно не страшны какие-нибудь мобы. А кушаем тогда. А то у меня уже очень мало хп. И давайте-ка, пожалуй, всё-таки сделаем себе кирку. Залезная кирка. Иди сюда. Заодно топор держим. Потому что мне кажется, сейчас на нас будут нападать мобы. Причём в огромном количестве. И кажется, я зашёл в тупик сейчас. А нет. Не тупик. Там есть проход. Даже целых два. Ага, заброшенная шахта. Тут ничего интересного. Хотя нет, там я вижу железо. Железо мы тоже с вами возьмём. И, кстати, на этом угле я уже практически сделал себе восьмой уровень. Так, я слышу мобов. Я только что слышал паука. Значит, на нас сейчас будет стараться напасть. И сила пятого уровня. Я готов теперь ко всему. Хорошо, нападайте на меня. Но чё-то никого не вижу, никого не слышу. Ммм, странно. Ладно, лазурит тогда добудем. Почему бы нет? Ещё и железо. Успеем подготовить себе отличную броню и нафармить очень много уровней. А как нафармим, так нам вообще ничего не будет страшно. Мы каждого моба будем уничтожать буквально за один удар. Ещё и золото. Отлично. Нам вообще везёт. Мы теперь с вами сможем быстро пройти Майнкрат. Потому что здесь практически всё, что нам только нужно. И железо, и золото. Нам вообще с вами больше ничего не потребуется. А реально, а где? Опа, вижу. Ну-ка, паучок, иди сюда. За один удар. Ну, в принципе, неплохо. Стоп, чуть ли в лаву не упал. Надо быть аккуратней. Я не хочу терять всю свою силу. Если потеряю, будет очень плохо. Я буду очень долго расстраиваться. Ладно, давайте десятый получим. Всё, десятый и сила 6. Идите сюда, мои маленькие. Иди сюда, Крипер. За один удар. Не, а так проходить намного веселее. Нас практически с вами не осталось противников. Опа. Я вас слышу. А где вы ходите? Где вы бродите? Во, Крипер. До свидания. 32 железа. Железо. Отлично. Давайте туда поставим нашу плавильную печь. Закинем уголючек. Закинем рудное железо. И подождём, пока всё это дело у нас с вами переплавится. А пока есть время, походим немножко в шахте. Кто здесь у нас с вами есть? Ага. Только Криперы пока что, кстати, попадаются. И нет, сейчас я не успел с Крипером расправиться. Потому что неполная сила удара моего была. Блин, я слышу, прям очень много здесь мобов. А где они все? Ладно. Ладно. Чуть позже пойдём искать, когда сделаем себе полностью броню. Как же много здесь железа. Ё-моё, я думал... О, стоп, сундук. Ладно, ягоды возьмём. Нам лук, кстати, выпал. Серьёзно? Ладно, повезло, повезло. И тут реально больше ничего нету. Почему так не везёт? Кстати, у нас там, по идее, уже должно было всё переплавиться. Но тут я заметил золото. Золото я тоже заберу. Сколько у нас, кстати, золота уже? 8 штучек. Маловато, маловато. Надо побольше. Так, а где у нас здесь всё хранится? Где-то здесь я ставил. Ага, ага, вот здесь. Практически всё переплавилось. Тут ещё есть рядом лазуритик. Не потребуется, но уровень от него нам точно нужен. Так, ещё один крипер. Ещё один. Ещё медь. Медь тоже надо будет переплавить, это 100%. С неё, конечно, мало опыта дают, но всё равно потребуется. Каждая ячейка опыта на счету сейчас. Ещё два сундука, железо. Тут что у нас? Золотое яблоко. Отлично. И уголёчек. Уголёк нам, конечно, не нужен, потому что и так его у нас слишком много. Но пусть всё равно будет. Железо. Забираем. 13 уровень нам дали. А за эту медь должны дать ещё больше. В примере, я надеюсь. И пока всё дело переплавляется, давайте сделаем тогда себе полноценный сет брони. На грудник, шапочку для душа, ботиночки. И, конечно же, штанишки. Делаем меч. Делаем щит. Про ведро не забываем. А зачем я сейчас... Ну ладно. Выкинем тогда эту броню, потому что она там немножечко уже была покоцана. И оставим всё таким образом. На что нам нужно ещё железо? На что ещё? А, в принципе, нам нужно теперь найти гравий. Гравий я, кстати, где-то здесь видел, вроде как, только где. Не вижу. Ага, вот он. Меня сейчас опять не будет везти, да? Выпало. Нет! А хотя, чего я боюсь? Они буквально все на один удар. Чего они вообще ко мне лезут? Им жить надоело, что ли? Я чуть не могу понять. Огнево готово. Доделаем ещё немножечко топора. Вот всё, готово. Ну что, мы с вами готовы абсолютно ко всему. Только надо теперь ещё больше золота добыть. А золота у меня маловато. 14 уровень и сила 7. Ну, кстати, пока у нас переплавляется, можно приготовить всё-таки мясо, потому что у меня его слишком много. И еды у меня практически нету. Есть вот только золотое яблоко. А золотое яблоко мне не надо. И медь мне не нужна. И это мне не надо. И это. И это. А зачем я вообще это собирал? Всё переплавилось. Всё приготовилось. Можем отсюда убегать уже. И правда, у нас всего лишь 15 уровень. Хотелось бы немножечко побольше. Но для этого, как говорится, нужно искать опыт. Самый хороший и верный способ поднять уровень, как можно быстрее, это найти алмазы. А алмазы здесь обитают на какой высоте? Ну, точно не на 18. Ай. Неудачно получилось как-то. Стоп. Слышал кого-то здесь. Кто здесь? Кстати, подождите. Мне же нужно ещё нитки добыть. Ага. Всё. Добыли. Тут тупик. Да ё-моё. Ну вот на этой высоте уже можно рассчитывать на алмазы. Но я пока что встречаю только золото. И я даже не знаю, это хорошо или плохо. Скорее, хорошо, чем плохо. О. За два удара. Нифига себе. Изумруды, серьёзно? Ладно, возьмём. Это 13-я высота. Хорошо. Где же всё находится? Куда спрятались алмазы вообще все? Кстати, забыл сказать. У нас 16-й с вами уровень и 9-й уровень силы. Нет, ну всё-таки прокачка идёт очень-очень быстро. Я уже эндермена за два удара буквально уничтожаю. И ещё изумрудики. Отлично, спасибо. Нашёл алмазы? Не стреляй в меня. Всё равно с тобой я расправлюсь за один удар. Так, алмазы. И сколько здесь их всего? Три штучки всего лишь. Маловато. Я-то думал, побольше будет. Тут ещё алмазы. Под водой ещё спрятались. Так, а похоже, я очень хорошее место с алмазами нашёл. Прям даже очень. Их здесь очень много. Ниже, серьёзно. Так, всё. Забираем. Ещё и здесь они есть. Три штучки. Четыре даже. Пять. Отлично, просто отлично. Нам ещё и на броню, что ли, с вами хватит? Я-то хотел сделать себе просто меч, а тут хватит и на меч. И ещё на что-нибудь. Может, тут тогда ещё. Ну давай, подфорти. Только золото. Ну, золото тоже нам надо. Ой-ой-ой, сколько здесь мобов-то, а? Кстати, сколько у нас с вами уже золота? 35 штучек. Маловато, маловато. Надо почти два стака, наверное. Правда, переплавлять я это буду очень-очень. Долго. Ну, а чё нам ещё остаётся? Ничего. Забираем. Золото 24 уровень. И 27 алмазов я успел найти за это время. У нас сила даже не считается уже, кстати. Ну да. Ну ладно, тогда я думаю, сейчас идеальное время для того, чтобы сделать себе полноценный сет брони. Нагрудник, шапочка для душа, ботиночки и, конечно же, штаны. Не забываем про них. От этого мы можем с вами уже и избавиться. Всего лишь железная броня. Чуть больше двух стаков золота. Ну, в принципе, отлично. Опа. А ты чё сюда идёшь? До свидания. Давайте-ка сделаем тогда себе алмазный меч. От всего остального мы с вами избавляемся. И всё, можем отправляться, наконец-таки, в ад. Но для этого нам потребуется сейчас сделать себе портал в ад. В принципе, логично. А для этого нужна вода, а также озеро лавы. Воду я нашёл. Точно, там же ещё алмазы есть. Ну-ка, давайте заберём. Хотя, подождите, а для чего они мне? Не знаю. Нормально. Э, уйди. Ну и давайте где-нибудь здесь сделаем тогда себе портал. Только нам нужно теперь побольше булочника добыть для того, чтобы сделать себе хоть какое-нибудь ограничение. Чтобы не затопить всё-таки это озеро лавы. Иначе нам придётся искать другое. Хотя, рядом есть другое. Но всё равно. Кто это был? А, это ты. Разливаем водичку и всё. Строим портал. Что-то я как-то не так начал это всё делать. Всё, портал готов. Можем его поджигать и отправляться наконец-то домой. Хотя нет, подождите. Ад это не мой дом. Так что отправляемся просто в незнакомое место. Нужно будет сразу найти тогда спигленов и с ними поторговаться. И я надеюсь, что мне повезёт и рядом находится хоть что-нибудь полезное. Но нет. Кстати, мне тут рассказали прикол, что если с одного удара убить зомби-свинюшку, то они на тебя не нападут. И, кстати, да, это реально работает. И мы можем так с вами ещё опыт фармить. А также золотые кусочки. Правда, золотые кусочки мне вообще не нужны. А вот с хоглинами мне надо разбираться. Они мне сейчас очень жутко будут мешать, если мы найдём с вами пиглинов. Будут стараться на меня напасть и так далее. А нам это надо, нам это не надо. Такс, вижу. Пиглины. Эх, во, золото. Забирайте. Пошёл вниз. Молодец. Такс, надо найти их сородичей. По идее, они где-то здесь должны быть. Ну так и есть, ведь это всё-таки багровый лес. А именно здесь они обитают. Так, саника жизнь закончили, да? Так, какой уровень я вообще с них получу? Э. А. А ну да, я же одного всё-таки не с одного удара убил. Ну ладно. Чё уж, расправлюсь с вами. Мне не тяжело, плюс дополнительный опыт всё-таки получу. Давай. Давай. Стреляй. Может, я так его смогу задеть? Да, смогу. 28-й и всё так же не считается. Но у нас всё равно уровень силы увеличивается. Такс, и что если у нас с вами есть? Много всего. Андерпёрлов маловато. Стрел достаточно. Можем выбираться отсюда. Даже 19 обсидиана. Неплохо. Пождите, а зелья что ли не было? Пождите, нет, зелья есть. О, взрывное подойдёт. И ещё одно. Всё. Можем теперь искать крепость. О, да. Она где-то здесь должна быть. Это 100%. Ты на меня не будешь нападать? Не нападает. Ну и ладно. Спавнер. Ещё один спавнер. Так, надо было зелье, наверное, сначала активировать. Всё. Так, хорошо. Всего две палки у нас с вами есть. Давайте избавимся от лишнего, пожалуй. А лишнего у меня прям много. Да. Так, намного лучше. Уже даже три стержня есть. Неплохо. Так, вы давайте появляетесь. Я вас куском мяса даже смогу сделать. Уже четыре. Пять. Можно побольше? Пожалуйста, побольше. Ладно, пока у меня есть время, я, наверное, портал построю. Главное, чтоб мне никто не помешал. Во, готово. Вы, если чё, его можете поджечь, пожалуйста? Ну ты... Ладно. Так, разделываю с тобой и потом подожгу. Да, палка упала. Так, кстати, здесь кто-нибудь из вас появится хотя бы? Никто не появляется. Ну ладно. Сломаем. Вовремя ты появился. Только сломал и сразу появился. Всё. Нужное количество есть. Отправляемся домой. А, фух. Я уж подумал, я на острове оказался. Делаем огненный порошок. Делаем себе око эндера. И куда нам бежать? Нам в туз. Ладно. Сделаем лодку. Поплыли. Опа. Крепость, привет. Криперы, тоже вам привет. Всё, побежали искать. Это не здесь. Меня ждут уже здесь. Выше забраться, что ли? Нет. Слышал чешуйниц. Где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. Ага, вот оно. Так, вы, давайте уходите отсюда. Спавнер, я ломаю. Тридцатый уровень, всё-таки нам требуется. Всё, погнали. Дракош. Давненько я с тобой не сражался. Давай-ка мы сейчас тебе кое-что сделаем. Несём, например, один кристаллик. Снесём пару эндерменов. Э. Попал. Не могу попасть. А давайте прямо сейчас попробуем его немножечко побить. Мне интересно, сколько мы ему сейчас можем снести. А ну-ка. О, довольно-таки неплохо. Надо бы ещё немножечко покачаться, либо... Не знаю. Ну, реально не знаю. Как-то легко я уничтожаю эндерменов. И довольно-таки приличное количество опыта с него падает. Так что давайте-ка реально немножечко ещё прокачаемся. Наверное, до уровня сорокового. Да, будет неплохо. Правда, мне кажется, у меня весь инвентарь будет забит к этому времени. Ну да ладно. Да, бил я всё-таки сороковой уровень. И остаётся теперь только расправиться с драконом. Потому что все кристаллы я тоже уже сбил. А сколько я ему сношу? Ну, как обычно. Ну да, всё-таки сила наша не влияет на то, какой урон наносят стрелы. Опа. Он, кажется, приземляется. Отлично. Настреливаем всё равно. Такс. Отлично. Неплохо. Так отлично или неплохо? О, нифига себе урон ему. Надо было ещё больше качаться. Ты чё на меня нападаешь? Я его что, так успею победить? Ну-ка, давай спускайся. Приземляется. Так вы, уйдите. Уйдите. Дракон мой. Давай. Давай. Уу. Так, чего? Я выживу. Я не выжил. Обидно. Хе-хе-хе. Дракон. Ну, а я с тобой, кажется, смог справиться. И мне сейчас интересно, какой же уровень я смогу всё-таки сейчас с тебя получить. И это... Ну, уже 100% не 69. 72. Эм. Ну, ладно. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, конечно, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну, а с вами был Акакий. Ещё раз всем спасибо за просмотр. И всем покедова.